Здарова народ, на календаре 7 апреля обновлений глобальных не было ни 6, ни 7, собственно как я и говорил, коронавирусники вряд ли кто-то будет выпускать обновления, обычно трейлер выпускают хотя бы за 2-3 недели, а тут не было ничего, поэтому до конца апреля думаю никаких обновлений крупных глобальных не должно быть, но в принципе посмотрим как оно там будет. Есть пару интересных моментов, обновления недели, сливы и утечки, все в этом видео, Готика, Сократ, погнали! А на этой неделе, как всегда, начинаем с онлайна, онлайн небольшой, 35 тысяч по стиму, 15 тысяч на серверах Rockstar от лаунчера и где-то плюс Epic Games, ну где-то в районе 70 тысяч онлайн, это на самом деле в принципе круто, однако все равно этого недостаточно, так как сейчас на этой неделе все катают в баннер лорд, да и плюс резик третий подъехал, однако не стоит на этом отчаиваться, на этой неделе у нас огромная масштабная просто неделя скидок и бонусов, а именно, играйте до 14 апреля включительно, чтобы получить 5 золотых слитков, вы получите подарок в течение 48 часов с момента последнего входа в игру, пройдите трехдневную серию ежедневных испытаний, выполняя хотя бы по одному испытанию в день и вы получите в подарок 10 особых лекарств, 10 особых тоников, 10 особых чудодейственных зелий и 10 патронов для дробовика с зажигательной картечью, за противоборство и гонки на этой неделе начисляются вдвое больше опыта, в каталоге остались все те же вещи ограниченные по времени, то есть мы делали модный приговор Каркадил Данди, все эти вещи еще остались, обратите внимание видео прошлые на этом канале, также скидка 40% на винтовки и пистолеты, а именно, Каркана с откидным затвором, болтовая винтовка, винтовка Спринфилда, Вармит, пистолет Маузер, Валканик, полуавтоматический пистолет, 70% скидки на вторые кобуры и оружейные пояса, 70% скидки на лошади упряжные, это Суфольская, Бельгийская и Шайрийская, Боевые, Орденская, Венгерская, Андалузская, тоже 70% скидки, также скидки на походные припасы в лагере, именно тема лагеря, палатки, флаги, снаряжение, собаки, некоторые костюмы Крипса, все за исключением Мясницкого стола, скидки у Мадам Назар на следующие товары, а именно, перчатки, Хольм, перчатки без промаха, перчатки ТЭПСКОД, скидки у скупщика на следующие товары, на все брошюры и инструкции, это разрывные патроны, разрывные стрелы, 70%, втарить можно абсолютно все рецепты, скидки у Мэгги, рецепт ядовитого самогона, скидки на предметы одежды, пончо, рубашки, штаны и перчатки, 70% на все штаны и перчатки, 50% на рубашки и пончо, 50% на рубашки, это просто одна из самых глобальных распродаж в истории Red Dead Online, сделана, видимо, для того, чтобы потрясли вы все свои бабки перед огромным глобальным обновлением, когда действительно понадобится вложить целую кучу долларов, а вы уже все, в принципе, скупили, да и для новичков это тоже, в принципе, подойдет, чтобы все это купить, к сожалению, двойных опытов на золото и денег у нас только, вообще, в принципе, нету, в противоборствах начисляются лишь только опыт, а деньги, золото остается все, как и было раньше, но, собственно, это одна из самых глобальных распродаж, которые только возможно было сделать за всю эту историю Red Dead Online. Чем нас еще могут порадовать в Red Dead Online? Разработчики выпустили уже целую кучу нового контента, улучшение фиксов, в сентябре 19-го состоялся релиз обновления промысла на Фронтире, которая добавила в мультиплеер роль охотника за головами, коллекционера и торговца. Все эти три роли в значительной мере расширили геймплей Red Dead Online и позволили игрокам по-новому подходить к своим приключениям на виртуальном Диком Западе. Ближе к концу 19-го года Rockstar выпустила роль самогонщика, которая позволила игрокам гнать и продавать алкогольные напитки собственного производства в подпольных барах, а также новую сюжетную ветку. Возможно, обновление в Red Dead Online выходит не так часто, как нам с вами хотелось бы, но дела определенно двигаются вперед. Однако, что еще Rockstar могут добавить в игру в 2020 или в следующем году? Давайте немного порассуждаем на эту тему. Роль фотографа. Пожалуй, одна из самых долгожданных ролей на сегодняшний день. Взяв на себя роль фотографа, игрок смог бы делать снимки открытого мира в Red Dead Online редких животных, населяющих его, чтобы взамен получать щедрые награды. Как вы можете помнить, в сюжетной кампании Артур Морган получает фотоаппарат от Альберта Мэйсона. Этот персонаж был бы идеальным кандидатом для квестодателя роли фотографа. Также мы хотим, чтобы ввели редактор Rockstar. Вы только представьте, как наши кат-сценки к модному приговору взыграют абсолютно другими красками. Все верно, в Red Dead Redemption 2 и в Red Dead Online до сих пор нет редактора Rockstar. Хотя в GTA 5 такой присутствует уже достаточно давно. С помощью этого редактора многие энтузиасты могли бы записать фильмы собственного производства, будто в границах сюжетного режима или же на просторах многопользовательского Дикого Запада. Вы только подумайте, какие потрясающие ролики вас бы ждали, если бы этот редактор появился в RDR 2. Ограбление. Земля возможностей обновления для Red Dead Online, вышедшая еще в мае 2019 года, в котором разработчики позволили игрокам спланировать и поучаствовать в ограблении городского банка Сен-Дени. Да, ограбление было достаточно неплохим, но оно всего одно, в это явно мало. Особенно если сравнивать с GTA Online, хочется верить, что в будущих апдейтах Rockstar добавит в Red Dead Online еще несколько таких же уникальных ограблений. Частная собственность. Некоторое время назад в сети ходили слухи, что в Red Dead Online может появиться частная собственность. Было бы неплохо, если бы игроки имели возможность выкупать территории, строить на них дома или даже целые фермы, после чего заниматься их модификацией согласно своим предпочтениям. Осуществить такое в многопользовательной среде достаточно несложно, но ходят слухи, что все-таки есть такая возможность. Частная собственность помогла бы сильно разнообразить геймплей в Red Dead Online. Больше сюжетных персонажей. Мы уже видели в Red Dead Online несколько персонажей из сюжетной кампании, например, Сед Адлер. Однако было бы приятно увидеть мультиплееров в качестве краснодателя, Артура Моргана, например. Дача или других членов знаменитой банды. На самом деле, если бы у этих персонажей были хоть какие-то интересные эпизодические роли, уже было бы отлично. Самое важное, что я хочу, это то, чтобы было больше активности в наказаниях для читеров. Ни для кого не секрет, что на данный момент ПК-версия Red Dead Online это рассадник для читеров и хакеров. Если после релиза все было еще терпимо, то сейчас обстановка обострилась до уровня GTA Online, что очень и очень скверно. Кражи денег из золота со счетов игроков, гриферства, модификации геймплейного процесса и многие другие непосредства, это уже обычное дело в Red Dead Online. Сейчас Rockstar и Take-Two Interactive должны сделать своим главным приоритетом, это очистить ПК-версию от нечестных игроков. Расширение игровой карты в виде Мексики. Было бы замечательно, если бы Rockstar добавили отреставрированную карту Мексики, показанную еще в оригинальной Red Dead Redemption, вместе с кучей разнообразных миссий для нее и так далее. Впрочем, если разработчики задумали подобное расширение для игры, то выйдет оно совершенно не скоро, так как им надо доделать еще действующие роли. А как вы думаете, что еще Rockstar может добавить и что бы вы хотели, чтобы они добавили? Вот на этой неделе, к сожалению, новостей больше подобрать не удалось, потому что Rockstar молчит, Reddit молчит, все молчат, все ждали 6-7 с надеждой на то, что будет хоть какой-то анонс на обновление, а его не было. И как я и говорил, и не будет. Поэтому всем всего хорошего, держитесь, денег нет, ну как обычно. С вами была Готика Сократ, подписывайтесь на канал, ставьте палец кверху.